Ко дню работников науки наши корреспонденты подготовили материалы о развитии студенческой науки. Целлюлоза из рисовых отходов, зеленая энергетика, целебный напиток из листьев джиды, натуральный крем из курдючного жира. Это неполный перечень открытий молодых ученых Университета имени Хорхатата. На базе научной лаборатории ученые трудятся над рядом проектов. Среди прорывных – разработка уникального метода производства целлюлозы. Эту целлюлозу мы производим в нашей лаборатории из обычной рисовой соломы и шелухи. Это отходы. Обычно их сжигают, что наносит вред экологии. Мы предлагаем рациональный метод использовать для производства целлюлозы. А целлюлозу используют для производства бумаги, картона. То есть проект востребованный. Офисную бумагу Казахстан импортирует из России, Турции и Китая. В скором времени мы сможем сами производить ее из соломы и шелухи. Процесс создания целлюлозы делится на три этапа. На начальной стадии измельчаем сырье, потом избавляемся от кремния диоцита – природного клея. На третьей стадии отбеливаем получившийся продукт, затем из них получаем белую бумагу. Для производства бумаги у нас есть вся техника. Пока мы производим только целлюлозу. Нам нужно собрать необходимое количество этой продукции. Солнечно-ветровая электростанция полностью обеспечивает наружным освещением пятый корпус университета. Наши магистранты занимаются научно-веседской работой, проектами. И в этом нам помогает наша солнечно-ветровая электростанция мощностью 5 кВт. И эта станция была открыта в прошлом году. И на сегодняшний день дает свои плоды. Мы получаем дополнительно еще модули, солнечные модули. Посредством этих модулей есть у нас плане обеспечить электроэнергией рядом стоящие кафе «Жигель». Функционирует при университете и теплице. Здесь выращивают методом капельного орошения 4 сорта огурцов на беспочвенном субстрате. Планируется расширять линейку культур. Мы хотим в следующем году обязательно выращивать томаты различного размера. То есть это будут и крупные томаты биф, и кистевые томаты, и томаты черри. То есть те томаты, которые сейчас востребованы на рынке. Мы будем изучать, как они будут расти в наших условиях Козлорецкой области. Гордость университета – научно-образовательный центр химико-биологических исследований. Площадка оснащена по последнему слову техники. Мы здесь исследуем различные растения, которые произошли в Козлородинской области. Например, это чипсы из дыни и тыквы, которые относятся к механо-химическим обработкам. Получение экстрактов лекарственных растений Козлородинской области. Получение натуральных продуктов из жиров и растений Козлородинской области. Например, мы создали бальзам для губ на основе экстрактов лимона. Также мы создали антисептик из экстракта мяты. Каждый второй студент интересуется не только образованием, но и наукой. На базе этого центра профессора, ученые проводят исследования по прикладной химии, биологии и экологии. Наши научные сотрудники исследуют одну из глобальных экологических проблем – высыхание Аральского моря. Была проведена экспедиция «Малый орал». Организация такого рода исследований очень важна для развития интересных наук. В целом университет уделяет особое внимание поддержке молодых ученых. Большая наука ведь начинается со студенческой скамьи. Айзда Муратова, Шунгыс Жумаханов, Жангельда Алибаев, телеканал «Кызларда». Субтитры создавал DimaTorzok